Вирус пришёл неспроста, это я только вот буквально вчера понял, потому что вирус послан нам сверху, потому что многие о нём просто мечтали. И сейчас я объясню, что я имею в виду. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Деметков Юрий. Я только что подумал, мне пришло в голову о том, что вирус-то послали нам неспроста, вирус пришёл к нам, потому что мы о нём мечтали. Сбылась мечта миллионов и миллионов людей во всём мире. Вот в чём дело. Ну, в самом деле, давайте вспомним времена благостные, когда мы все жили хорошо. И казалось бы, что ничего и желать больше не надо. О чём? Вот я радио включаю, значит, там, о боже, я так мечтаю выспаться хоть когда-нибудь. Да вот, не дождусь выходных, я готова спать там сутками, сутками люди готовы спать. И ещё один момент. Я так не хочу вот эту дурацкую постылую работу ходить, надо вставать. Нет, я хочу спать там столько, сколько хочу и так далее, и так далее, и так далее. Друзья мои, а что вы хотите? Вот вы это получили. Миллионы людей умоляли, просто молились, чтобы можно было спать сколько хочешь и не ходить на работу. Вот оно. И многие скажут, ой, нет, сейчас плохо, сейчас многие хотят уже выйти на работу, потому что денег нет. Так вот, друзья мои, следующая мечта, которая сбудется, я боюсь, это страшно на самом деле, что вот эта мечта сбудется о том, что мы хотим денег и побольше, понимаете? Многие мечтают об этом, что люди хотят денег побольше и лучше в долларах. А ещё очень многие мечтают похудеть. Не так ли? Особенно сейчас, когда все сидят на карантине и без движения, в общем, только и делают, что едят. Ну, в общем, уже многие женщины говорят, что типа растолстеем и так далее. Не о том мечтаете, дорогие мои? Я боюсь, что эта мечта тоже скоро осуществится. Печатные станки работают на полную мощность. Они печатают новые доллары. Программа QE запущена. ФРС США говорит, денег напечатаем столько, сколько надо, сколько потребуется. В неограниченном количестве выкупаются не просто долги, а долги выкупаются предприятия, которые плохие, дохлые, они безнадёжные. Они выкупаются, они гасятся. К чему это приведёт? Это приведёт к инфляции. Что такое инфляция? Инфляция – это когда денег много, но цены повысятся. Вот к чему это приведёт. И к этому надо быть готовым, потому что вы просили этого, Господь пошлёт вам это. А ещё многие люди просят похудеть. Жизненный уровень хренак. И упадёт. Вы не согласны со мной? Напишите, согласны или нет. И вам придётся затянуть пояса и экономить каждую копеечку. И никуда не денетесь, похудеете. Поэтому, друзья мои, надо мечтать о том, о чём-то хорошем. Надо думать прежде, чем мечтаем. Не надо говорить, что я хочу выспаться. Значит, вот, наверное, это не лучшая мечта. Вы это видите. И не лучшая мечта о том, чтобы не ходить на работу. Потому что, если не ходишь на работу, нет денег. Так о чём же вы мечтаете? Я, на самом деле, об этом очень-очень долго думал в своё время. И пытался сформулировать свою мечту. И сначала я хотел тоже много денег. Потом думаю, нет, это неправильно. Много денег. И поэтому, вот, после долгих размышлений, честно говоря, вот, правда, я серьёзно, я сформулировал свою мечту примерно так. Я хочу, чтобы у меня был пассивный доход, который позволит мне свободно путешествовать по всему миру там, где я захочу. Я хочу, свободно. Вот такая мечта. Это не о деньгах. Это о возможности, о свободе путешествий. Вот что я хочу. Вот о чём я прошу. И сейчас я очень хочу, чтобы вы вот это вот попытались сформулировать. О чём же мечтаете вы? Вы очень аккуратно подумайте. У нас есть время. Мы сидим на самоизоляции. Подумайте, чего же реально вы хотите. И так, чтобы это не вылилось вот в такие катаклизмы. Ну, и я вас очень прошу поделиться этим видео с друзьями, чтобы они тоже подумали, потому что мы должны создать вот такой всеобщий поток во Вселенной, мольбы о том, чтобы нам послало то, чего мы хотим. Реально, чего мы хотим. Максимально объяснить это Всевышнему. Ну, напишите, пожалуйста, как сформулировать мечту, по-вашему, надо. Ну, а сейчас всё. И что вы вообще думаете по этому поводу? С вами был Демитков Юрий. До встречи. Продолжение следует...